В Алматы владельцам сносимых ветхих домов гарантируют проживание во временных квартирах. Для этого с жителями заключат соглашения, которые исключают неожиданные выселения. Такое заявление сделали в городской социально-предпринимательской корпорации. Ранее специалисты выявили более 1400 хрущевок, которые непригодны для проживания. Большая часть расположена в Турксибском и Житесузском районах. Тему реновации жилья продолжит Рамина Мирзалимова. Эти несколько домов с разваливающимися фасадами и трещинами в потолках были построены еще в 50-х годах. В них на свой страх и риск продолжают жить люди. Владельцы рады поменять халупы на новое жилье в рамках программы реновации. Но люди не доверяют подрядным организациям, которые зачастую сначала обещают, а потом не исполняют. Переехать хочется, потому что, как вы уже сказали, дома в аварийном состоянии. Здесь даже гвоздь невозможно забить, все падает, все рушится. Все перекрытия уже давно прогнили. Естественно, мы хотим все переехать. Но вопрос, что нас не устраивают условия, на которых нам предлагают этот переезд. То есть на временное переселение никто не готов. Вопрос стоит в том, что мы согласны переехать только после того, когда будут нормально сделаны документы. То есть, согласно закону, у нас здесь в Алмате и вообще в Казахстане, меняется комната на комнату. Между тем, в социально-предпринимательской корпорации сообщили, что с жильцами домов ведутся переговоры. Недавно им показали новые квартиры, где они могут временно поселиться. После чего часть жителей согласились на переселение. Сейчас идет сбор документов и подписание договора временное проживание, либо же на постоянной основе. Из них где-то 50% изъявили желание остаться на постоянном месте жительства во временном жилье. Часть из них запросили улучшить свои условия. То есть у них двухкомнатные квартиры, они хотят трехкомнатные квартиры. То есть за разницу площадей они готовы на сегодняшний день оплатить. Только в Житсусском районе сносу подлежат около 160 старых домов. Это порядка полутора тысяч квартир. В начале этого года уже снесли шесть жилых объектов, а жителей на время переселили. На сегодня в СПК заключили соглашение с инвесторами по 113 ветхим домам. Социально-предпринимательская корпорация заверила, что гарантирует проживание жильцов во временных квартирах до окончания строительства новых домов. Стороны даже заключат договор. В течение пяти лет в городе планируют снести 708 домов и построят другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова